Он опередил время и явил человечеству не только шедевры искусства, но и научные разработки. Великий Леонардо – художник, музыкант, скульптор, ученый и конструктор. В Ульяновск из Санкт-Петербурга приехала уникальная выставка «Тайны да Винчи». Экспозиция расположилась в Музее народного творчества. Мы думаем, что эта выставка откроет для наших посетителей новое его качество. Мы увидим этого гениального человека еще с другой стороны. Мы, в общем-то, для некоторых совершенно неожиданные. Более 60 экспонатов, в числе которых и чертежи, выполненные зеркальным письмом в сопровождении иллюстраций. Мастера из города на Неве создали и копии сохранившихся изобретений. Макеты изготовлены по эскизам Леонардо. Это военная техника, прообраз будущего танка, самолет и трехзарядное скорострельное оружие. Полагают, что именно оно стало прототипом современного пулемета. Также есть и гражданские разработки, всевозможные модификации крыльев и осветительных приборов для театра. Водолазный костюм, который, по задумке автора, должен быть изготовлен из водонепроницаемой кожи. И, конечно же, знаменитый велосипед, на который так сильно похожи его потомки. Очень много механизмов, связанных с подшипниковыми механизмами. То есть то, что, казалось бы, должны делать инженеры. То есть он был еще и инженером. Гений эпохи Возрождения упростил жизнь человечеству и даровал шедевры искусства. Во втором зале представлена инсталляция по мотивам картины «Тайная вечеря». Восковые фигуры в человеческий рост. Христос вместе со своими учениками. И совсем рядом улыбается загадочная Джоконда, окутанная мифами и легендами. Компанию им составил сам Да Винчи, погруженный в создание всемирно известного полотна. Экспозиция будет работать до 3 декабря. Напомню, Музей народного творчества находится на втором этаже Дворца культуры Губернаторский. Виктория Черкова, Марат Мегдеев, Уллправда ТВ.